И всем привет, дорогие друзья, с вами Витёк, и сегодня мы возвращаемся к мобильным играм, это Assassin's Creed Восстание. Честно говоря, когда я сейчас зашёл в игру, я даже немного забыл название. Йоу, ты слышал эту рифму? Я в шоке. Офигеть. Чё, блин, ладно. Путер Адриго Борджи привёл меня в Испанию, где власть в Инквизиции захватили тамплиеры. Посмотрим, смогу ли я что-нибудь выяснить. Послушайте разговор лидеров Инквизиции. Так, надо нажать на вот эту дверцу, чтобы перемещаться. Да, я даже... Блин, я точно рифманул? Офигеть. Ну, в общем, ладно. Так, игра чем-то напоминает Fallout. Но, конечно же, я думал записать Fallout, но с другой стороны, я так подумал, типа, сколько уже роликов про этот Fallout сняли, про мобильную версию. И, как бы, все уже знают, что из себя представляет Fallout эта игра. Assassin's Creed, она, конечно, не прям такая уж и новая. Я уже не помню, когда она вышла. Ну, в общем, не так давно, на самом деле. Да, она напоминает Fallout, но она все равно отличается. Она очень сильно отличается. Например, мы можем тут перемещаться между локациями какими-то. Кстати, это напоминает игру Kingsman. Не помню, как точно называется. В общем, она... Я ее скачал, не помню, год назад, может. И она была постоянно в этой... В бета-версии. Да, мы верны, Ахеда. Король и королева доверяют мне, и теперь в моем распоряжении армия. Я дом... Я дом волю псам Господним. Применив силы инквизиции испанской армии, и без труда завладею артефактами. Великолепно, милорда. Направит нас отец. Понимание. Но что насчет ассасинов? Что если они попытаются остановить нас? Они слишком слабы, не смогут нам помешать. Но если ассасины все же станут нашим путем, мы раздавим их как жалких червяков. А теперь пошли. Эта серия, я думаю, не будет слишком длинной. Просто у меня пока места мало на телефоне. Поэтому я так просто обзорочек сделаю. Почему бы, собственно, и нет? Мария Агилар. Что скажете, каков бы ни был план Тарквимады, ни к чему хорошему это не приведет. Ахеда и Тарквимада, они заплатят за все страдания, что причинили своему народу. Блин, что за имена? Мария. О, нормальное имя. Да что такое? Мария. Нормальное имя. Ну, кое-как. Мы должны найти больше ассинов. К тому же нам понадобится место, где мы сможем, короче, жить. Мы отправимся к горам Косорла. Там есть заброшенная крепость. Мы займем ее, организуем там контору. Встретимся на месте. Йо-йо-йо, короче. АМС Витек. Зачитает под биток, да? Блин, может мне музыку... Может мне это... Трек надо сделать, короче. И чтобы мы не ждали долго загрузочку, да, я сделаю переходик. Причем неплохой такой. Вот, это место спрятано посторонний глаз. Конечно, требуется ремонт, но со временем типа все будет круто. Отлично. Агилар, ты знаешь, что делать дальше. Мария, ты готова? Нам пора. Пора идти. Эцио и его братья прибыли в Испанию на особое задание. Как только работа будет сделана, мы вернемся и присоединимся к Горбе с Инквизиции. Мария, братство рассчитывает на нас. Вы должны восстановить это место и сделать его базой испанских ассасинов. Понимаю, мы вас не подведем. Удачной охоты. Ассасины вообще интересная игра. Особо мне понравился Ассасин Синдикат. Там, где еще Джек Потрошитель, Лондон, все дела, блин. Это, я смотрел... Я не играл, правда, вообще ни в одного ассасина не играл. А вот это, наверное, первый с ним, который я играю. Но больше всего мне понравился Ассасин Синдикат. Не знаю, там... Когда он вышел? В каком году он вышел? Два года, три года назад, когда... В общем, я смотрел ролики. Я, наверное, не могу сказать, у кого. Или могу. Ну, не, пока не был. Ну, в общем... Там... История... Там вообще все вот это вот красиво. Так выглядит город. Вот эти способности ассасина, где он мог использовать когать, по-моему. Ну, чтобы переправляться между зданиями. Потом там было дополнение, где ты можешь играть за... Ну, как история про Джека Потрошителя. Где ты иногда можешь играть за самого Джека Потрошителя. И это мне дико... Это очень мне понравилось. А для зрительства новой конторы нам нужны материалы. Давайте одолжим их у Инквизиции. И снова крутой переходик. Напиши, какой тебе переход больше понравился. Тот первый или этот второй. Так, ну что. Боец. Это Алик Ассасин. Класса боец. Специализующая нанесение урона. Делает кого ассасин особенно эффективным. В прямых столкновениях с врагом его особо... Ну, вообще, понятно. Боец обычно. Он ничего не боится. Нажмите на кнопку Атака, чтобы вступить с врагом в бой. Это я уже нажал. В бою Ассасинах можно совершить... Шкала времени. Персонаж с самой большой скоростью. В случае это вражеский солдат. Хм. У врага, типа, скорость высокая. И он может мне чаще наносить удары. И поэтому я как бы могу проиграть. Но это тренировка. Нажмите и удержите любую кнопку действия, чтобы получить подробное описание. Выберите какой-либо боевой навык, только и примените его на врага. Ёп. Быстро? Даже, наверное, очень быстро. Ёу. После использования боевым... Блин, что-то не вижу. Выбила Геллара, чтобы незаметно атаковать... Чтобы незаметно зайти в следующую комнату. Ну, в общем, понятно, да? Так, Геллара. Ассасин класса тень. Сейчас специализация скрыт на убийство. Да. Принадлежность класса тень позволяет ему успешно избегать прямого столкновения с врагами. Разбирается скрытых убийств, владея спецнавыками. Позволяющими ему убивать скрыт. Ну, давайте синим. Так, ну это круто, конечно. Ассасины это тема, но в последнее время их столько начали выпускать и... Какое-то, ну не знаю... Вот что-то, Одиссея вышло, да? Последнее. До этого какой-то ассасин вышел. Их так часто начали выпускать, что... Такое ощущение, как будто разработчики не прям так стараются. Ну, мне понравился синдикат, и до этого был неплохой еще Black Flag. Типа на кораблях можно путешествовать. Вот пиратская тема тоже прикольная. Мне просто еще нравится фильм «Пират Корыбинского моря». Ну, многим нравится. Джонни Депп там все дела. Джек Воробей. Но, по-моему, уже «Пиратов Корыбинского моря» с Джонни Деппом, наверное, уже не будет. К сожалению. Вроде как. Но если будут, то напишите. В общем, напишите, будут или не будут. Потому что у меня не точная информация. Я просто наслышан. У меня есть друзья, которые уже быстрее меня всю информацию находят. Так что у меня даже париться не надо. Но... Кстати, можете написать, как вам фильм «Пират Корыбинского моря». Или напишите, как вам Ассасин. Вообще, тема Ассасина, да? Игра Ассасин. История вот этого всего. Или как вам хотя бы вот эта игра, мобильная версия. Я как бы ее записал, чтобы мало ли, кто не знает, что она вышла. Типа... Ну, мало ли, есть такие люди, да? Может быть. Ну, у меня, правда, канал еще не такой популярный, что... Никто не знал. Но я думаю, что... Все-таки вы... Знаете. Не знаете. В общем... Надеюсь, вам ролик понравился. Это главное. Так. Надо построить... Тренировочный зал. Он стоит тысячу монет. Где мы построим внизу, давай. Во, как Fallout. Чтобы отправить Ассасина в комнату, нажмите кнопку действия в левом нижнем углу. Выберите Ассина, которую хотите тренировать. Ассины получают очки опыта, которые прокачивают их силу. Ну, понятно все, да? Все очень просто. Опыт, тренировка стоит 100. Косетящие ячейки, скорости. Все. Все, мы его потренировали. Ну, в начале, конечно, всегда легко. Заманивают так игроков. Это тоже сейчас в рифму было? В начале так легко заманивают игроков. Я... Все. Пойду писать трек. Если хочешь, чтобы я написал трек, поставь лайк под этим видео и напиши комментарий. Витя запиши трек. И я запишу трек обязательно. Рано или поздно я это сделаю в 100% обещаю. Так, дорогие друзья. Я думаю, здесь уже, наверное, пора закончить. Как бы сделал такой небольшой обзор. Не знаю, буду ли я продолжать проходить Ассасинов. Потому что в основном мобильные игры я... Ну, я редко когда прохожу полностью. Единственную игру, которую я прошел полностью, полную на мобильную игру, это Death Stranding. Если хотите, можете посмотреть. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то подпишитесь на канал. Не забудьте поставить лайк. А с вами Блок. Всем до скорой встречи. Приятно было с вами пообщаться. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok